Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Ольга и Фёдор Харитоновы, руководители Одинцовского молодежного центра. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, в первую очередь, конечно же, поздравляю вас с победой на премии «Наша Подмосковья». Сразу четыре ваших проекта удостоились этого звания. Спасибо большое. Какие? Фёдор? Ну, наш традиционный «Победа жизни» выиграл приложение «ОМЦ-Лайф». Мы уже как-то говорили про него, про это приложение для активистов, для общественников Одинцова. Также наша интеллектуальная игра «Подмосковья», которую мы проводим в школах, в вузах. И наше последнее – это медиа-центр молодежный с проектом «Медиа интенсив для молодежи». Это новое направление медиа-центра, где мы молодых ребят обучаем журналистики, медиа, ведение соцсетей и так далее. Оль, ну, отправляя проекты на соискание премии, вот всё-таки вы знали, что эти четыре точно должны пройти? И сколько всего было отправлено работ? Мы подавали, конечно, больше, у нас больше проектов. Не все выиграли, только эти. Конечно, мы заранее ничего знать не можем. Вы понимали, может быть, что они более успешны, или это всё-таки такой неожиданный? Результат этой премии для нас всегда такая неожиданность, правда. И когда бывают сильные проекты, которые должны были выстрелить, о которых знают все, они выигрывают. А какие-то проекты поскромнее почему-то находят отклик в сердцах жюри. Премия получена. Как будут дальше развиваться эти проекты? На что будет потрачена премия? Ну, часть премий пойдёт на медиа-центр, на закупку дополнительного оборудования, например, для медиа-центра. Естественно, на развитие этих проектов. Потому что каждый год, чтобы развивать эти проекты, нужно всё больше и больше средств. Поэтому нам эта премия очень сильно пригодится. Если говорить о медиа-центре, то сколько на сегодняшний день он объединяет ребят? Сколько популярно это направление? Направление набирает только обороты. То есть, пока немного ребят, но заинтересованность очень большая. И у нас согласен в том, чтобы создать как раз это пространство, где молодёжь может прийти, записать какой-то свой блог, или поделиться идеей создания своего медиапродукта. Получить какое-то наставничество, получить, может быть, оборудование, которое может бесплатно воспользоваться для создания своего виде, видео или блога какого-нибудь. Поэтому только в начале пути. И, конечно, здесь премия нам очень нужна. Когда вы в прошлый раз были в нашей студии, как раз рассказывали о том, что буквально через несколько дней отправитесь в Воронеж. Там будет проходить российский конкурс «Доброволец России». С каким результатом вы вернулись? Удалось ли вам покорить вершину конкурса? Мы ездили как полуфиналисты. Мы боролись за выход в финал. К сожалению, не получилось. Мы защитили там свои проекты, показали их. И сейчас нас пригласили как полуфиналистов. Мы едем в Сочи как раз на церемонию вручения. Но все эти конкурсы, все эти фестивали – это в первую очередь общение. Какой отклик вы услышали от членов жюри и от других ребят, кто видел защиту вашего проекта? Насколько действительно ваша идея, ваше направление интересна молодежи? Мы познакомились с активистами, с общественниками из Московской области. Там и экологические движения, и движения, которые работают с инвалидами, с детьми. Они там инвалидами, и другие общественные объединения, спортивные, и так далее, и так далее. То есть, в Подмосковье очень много общественников. Мы с ним познакомились, поделились своими проектами. Им они очень понравились, и они дали нам информацию о своих. Мы, может быть, в следующем году что-то совместное даже придумаем. То есть, есть идея уже какого-то продолжения общения, Оль? Конечно, мы, разумеется, все обменивались социальными контактами, ссылками, смотрели проекты друг друга. Что хочется отметить, что не было вот этой конкуренции, расталкивания друг друга локтями. Мы проект самый лучший. Ни у меня, ни у кого из участников, потому что все понимали, что собрались люди такие же, как ты. Неравнодушные, инициативные, с интересными, важными, острыми проектами. И было очень интересно их слушать. Конечно, все люди разные, не со всеми можно согласиться. Все-таки на что направлен сейчас, Виктор? Что волнует? Какая из сфер? Ну, большинство проектов, которые мы увидели, чью защиту мы застали, это в основном, либо люди помогают вылечиться кому-то от болезней, либо сопровождают пожилых людей. И вопросы экологии очень много внимания уделяют. Что касается самих экспертов, у них был четкий регламент не более трех минут слушать. Поэтому за три минуты обратную связь не получил особо никто. И это тоже стояло как вопрос. Никто из участников не понял в итоге, чем все закончилось, и каким выводом пришли эксперты. Потому что у них такой очень жесткий регламент был, и было достаточно сложно в три минуты раскрывать глубокие, серьезные проекты, актуальность. Все, конечно, старались, но не хватило времени. Хотелось бы, конечно, побольше времени и послушать чужие проекты, и послушать экспертов. Вот сказала о волонтерстве. Активно в последнее время развивается волонтерское движение в нашем округе. И, безусловно, без вашей поддержки здесь и направление не обходится. Совсем недавно прошла школа волонтеров. Присылали видео. Мне кажется, такое огромное количество действительно вовлеченных молодых людей. Это уже прям прогресс. Да, есть серьезный прогресс в вопросах волонтерства в Одинцовском округе. Если раньше, на нашем, по крайней мере, опыте, я буду говорить, если раньше мы системную серьезную работу с волонтерами проводили накануне «Победа жизни», мы там за месяц начинали отбор, кастинг, они заполняли форму, мы их собеседовали, обучали. Это достаточно тяжело было делать, потому что, ну, это делалось как бы проектным подходом, в свободное от работы время, в том числе специалистов мы привлекали, друзей своих, которые тоже только в отрыве от работы могли этим заниматься. То есть какие-то разовые мероприятия. И после «Победы жизни», к сожалению, вот этот накопленный, наработанный потенциал, нам не хватало ресурсов в течение года удерживать контакты со всеми. А это потеря огромного ресурса. В этом году серьезный прогресс у нас пошли выезды. Первый был в июле, сейчас был 17 ноября, и будет еще один. Но там не волонтеры будут, а молодежное самоуправление. Но сам факт, что началась вот эта работа... Я понимаю, что школа волонтеров как форма проходит в том числе при поддержке и администрации Комитета по культуре, администрации Одинцовского городского округа. То есть уже более так все основательно. Вы уезжаете в учебно-методический центр Голицына, у вас есть помещение, которое в вашем полном распоряжении. Но судя по регламенту, который вы направляли, там расписано все буквально до минуты. Включая кофе-брейк, вкусные завтраки и обеды. То есть весь день ребята прям очень интенсивно учатся. Да, очень интенсивная программа образовательная, потому что в целом такие выездные форумы обычно делают на дня на три. У нас есть определенные ограничения по ресурсам возможностей, в том числе и по возрасту участников. Им нету 18 лет, поэтому какие-то выездные мероприятия с ночевкой делать проблематично. Поэтому мы пытаемся делать один день, но очень плотный, насыщенный. Попытаться туда вместить как можно больше информации. В этот раз было много интересных спикеров. Расскажи тоже, как выбирали тех, кто будет, собственно, читать основные моменты, рассказывать, обучать ребят. Да, все образовательные программы составляются не как салаты с тренингов и тренеров, просто чтобы было много и прикольных. Или громких имен, да? Да, да, да. Разумеется, есть определенная цель выезда, есть задача выезда. И есть основной смысл, на который накладывается, какие знания должны получить ребята по итогу, уехав с этого центра. Центра. Разумеется, утро – это знакомство, ворк-моменты, тренинги на коммуникацию, сдруживание, сплочение команд, работа в группах малых происходит. Затем у нас прошла стратегическая сессия, мы задавали вопросам ребятам о волонтерстве. Тут самое главное в этом выезде было подготовить качественных волонтеров, да? Другие хороших, исполнительных, ответственных, которые понимают задачу, которые, если не понимают задачу, знают, как ее уточнить, какое понять, что делать, если тебя кто-то перехватывает, какой-то почетный гость и начинает тебе давать инструкции. И какие-то действия в форс-мажорах. Мы все эти вопросы ребятам предложили обсудить, обдумывать, предложить свои решения. В течение дня с ними работали специалисты стоп-угрозы. Они рассказывали, что делать в случае пожара. Как себя вести, если вдруг случился террористический ахт, если вдруг идет захват заложников, как оценить помещение, какое место, какой угол здесь безопасное, какое небезопасное. Это, я надеюсь, нам никогда не пригодится, но вот этот накал страстей и повышенный градус, конечно, настроил ребят на очень серьезную работу. Они поняли, что волонтеры – это не просто встретить гостя и сказать, пройдите, пожалуйста, там находится гардероб, вот здесь концертный зал, проходите, да, полупаться, создать настроение, как ты ведь сказал. Это все-таки большая ответственность и нагрузка. Да, ответственность, нагрузка большая. Особенно цель вот этого выезда была подготовить к новогодним елкам, которые будут у нас здесь в округе в декабре. И тоже отрабатывались, ребятам также предлагалось подумать на тему, что делать, если ребенок заплакал, да, подумайте об этом. Как вести себя с родителями. Если кому-то стало плохо. В том числе, да. И было очень интересно, мы сначала ребятам предложили, ребята, продумайте, вот есть такие вводные данные, вот помещение, вот вход-выход, вот схема, вот так проходит. Подумайте, какие риски и форс-мажоры могут возникнуть. И дается ограниченное время, ребята на энтузиазме записывают там бесконечный список критических ситуаций, которые они предвидят. Кому-то не хватает бланка листов, они просят дайте нам еще больше. Супер, молодцы. И, а теперь в течение дня пишите, как вы будете решать эти вопросы. И мне очень нравится вот этот подход, он такой получается, такой массовый коучинг, да, когда мы не даем готовые знания, а заставляем сначала их подумать. Подумать самостоятельно прийти к таким решениям, потому что то, что сам придумал, то лучше запоминается. А то, что не придумали, они могли проконсультироваться с специалистами. Вот я уже рассказала про стоп-угрозу, были специалисты Московской психологической лаборатории номер 12. И они, три специалиста, они уделили огромное внимание именно вопросам психологической, эмоциональной самоподдержки волонтера, да. Потому что ребята молодые, подростки в основном. И зачастую они, ну, не все стрессоустойчивые, сами иногда не могут справиться с волнением, и их учили, что надо делать, как, почему, как помочь товарищу справиться с эмоциями. И самое, наверное, важное, о чем говорилось, что для чего ты делаешь это, да, в чем твой ресурс, почему ты идешь. То есть пытались объяснить, что волонтерством и добровольством надо заниматься не из последних сил, не из состояния жертв, вот я для всех буду таким хорошим, себе в ущерб. А именно, ты пойми, для чего ты делаешь, какой ресурс ты приобретаешь. Вот какие ответы были? Ресурсы, какие они приобретают, это общение, поддержка друг друга. Они же в итоге сами друг для друга являются серьезной моральной поддержкой. Плюс, когда ребята чувствуют себя членами большой команды, за которыми стоим я, Федя, Одинцовский молодежный центр, комитет, администрация, и на них держатся авторитеты всех этих людей, они понимают, что на них огромная ответственность, им надо собраться. И когда им будет сложно справиться, они знают, что они могут вот так по цепочке подойти к руководителям выше по званию и получить какую-то опору для себя. И вот это, конечно, очень важный ресурс для волонтера. И важно это осознавать, что ты не просто пришел потусить и похихикать, а что ты член огромной команды, серьезной команды. И тебя удостоился чести, тебя выбрали, тебе доверили серьезное мероприятие. Быть лицом этого мероприятия. Я надеюсь, что ребята, ну, может быть, не сразу за один выезд они осознают глубину вот этого процесса, но я думаю, что благодаря таким выездам, системной работе, донесению вот этой информации, ребята посерьезнее будут к этому относиться. Сколько сегодня волонтеров вы охватываете? Вот сколько участников в этом движении? Хотя бы приблизительно. Не считали, у нас 60 человек где-то было. В том-то и дело, что нету прям такой системы отстроенной пока. Очень хочется к ней прийти. Могу сказать, что на выезд, допустим, было подано 63 заявки. Мы оказались в такой сложной ситуации, потому что там ресторан отказывается готовить дополнительные порции. Там грузчики, не грузчики, какие-то свои обстоятельства. И мы принимаем решение, что мы все равно приглашаем всех, кто подал заявку. Организаторов как-нибудь покормим, потом решим. Закажем что-нибудь, сами с собой принесем. И отправляем рассылку, что ребята, все приглашены, все молодцы. Отметьте, пожалуйста, в гугл-форме, в какие дни вы будете волонтерить на елках. И, видимо, этот вопрос сделал естественный отбор. Доехало 45-49 человек где-то. Организаторам хватило тоже еды. Хватило всем, да. Но сам факт, что... Даже если эти 40, они системно, как ты сказала, останутся в команде, и они из мероприятия в мероприятие, то есть это будет тот самый костяк, да? То есть это ведь уже достижение. То есть это уже опора, на которую вы сможете положиться, проводя любое крупное мероприятие. По-хорошему, система работы с волонтерами выстраивается по иерархии. То есть есть такое понятие, как тим-лидер. Тим – это команда, лидер – это капитан команды. Обычно это ребята постарше, поопытнее, похаризматичнее, может быть, посмелее. Зачастую они стремятся стать капитанами команды, либо их выбирают, им доверяют. И, конечно, мы на выездах видим, у кого какой потенциал, кто как умеет формулировать свои мысли, кто как выражает свои эмоции, кто как радуется за победу другой команды. Вы считаете, вот эта вот команда после проведенной школы волонтеров, она готова к новогодним мероприятиям? Справятся ребята? Я думаю, что, конечно, справятся, потому что не раз эти елки проводились и без всяких выездов, и все проходило на высшем уровне. Вопрос, что у нас у самих уже, у организаторов повышается планка. Мы уже сами хотим проводить больше обучения, прорабатывать более сложные моменты. Ну вот вы уже сказали о том, что в декабре планируется еще один выезд, чему он будет конкретно посвящен? Там же будет проходить или будет новая локация? Да, выезд посвящен молодежному самоправлению, да, все будет проходить там же, 1 декабря в учебно-методическом центре Голицына. Сейчас уже открыта регистрация, вы можете зайти в группу Одинцовского молодежного центра и оставить свою заявку в гугл-форуме. Сколько вы готовы принять участников? Давайте тогда сразу. Или готовы все-таки принять всех? Да, мы на самом деле готовы принять всех. Были бы достойны, ну на самом деле. Я лично за то, чтобы максимальное количество молодежи получило те знания, к которым оно стремится. Другой вопрос, что готовы ли они эти знания получать, да, чтобы... Мы вообще во всех своих мероприятиях стараемся делать так, чтобы люди приезжали добровольно, да, это те, кто стремится к этому. И мы будем стараться принять, поддержать всех. Если, конечно, мы будем 100-200 заявок, уже будем отбирать либо по возрасту, либо по опытам, по компетенциям. Или это просто, ребята, какого возраста, какого направления увлечений? Будет ребята от 14 до 30 лет. Те, кто увлечены самоуправлением, молодежной политикой в целом, парламентаризмом. Школьное самоуправление обязательно. Упор на них делается. Потому что сейчас, например, в каждой школе есть лидеры... Да, есть в некоторых школах округа, есть даже... Самоуправление. Ну, не только самоуправление, есть президент школы. И более того, вполне себе серьезно и официально проходят настоящие выборы. Ну да. Президента с предвыборными гонками, и это действительно очень интересно. Мы неоднократно об этом рассказывали. А там дадим дополнительные компетенции этим ребятам. Так что будет очень здорово, интересно. Так же будет в течение дня такой интенсивный марафон? Да, будет, разумеется, интенсивный марафон, спикеры. Очень серьезные, очень смысловые. Потому что мы... Ну, кто все эти ребята, которые ездят на выезды? Будь то волонтер, либо вот это молодежное сопровождение. Будущие лидеры. И дай Боже, чтобы это были там управленцы, которые придут на наши места с вами. И важно, чтобы у этих ребят в головах были заложены глубокие, важные смыслы. И на это будем делать упор. На то, чтобы ребята понимали, что они будут делать. Чтобы прежде чем организовать какое-то мероприятие и куда-то ворваться, они учились анализировать информацию. Что это, когда это, как поступила информация, какие устоки. Я надеюсь... Самый главный вопрос, зачем? И зачем, да. Зачем вы... Цель. Цель, задача. Да, кому от этого будет хорошо? Какая цель будет на выходе? Я очень надеюсь... Ну, я не уверена, что можно за один выезд взять и все перевернуть мировоззрение. Но хотя бы посеять вот эти вопросы, чтобы они с этими вопросами, с ответами или без уехали с выезда. А потом уже где-то по жизни находили, присматривались ответы на все поставленные вопросы. Мне очень хочется на это надеяться. Потому что молодежь – это будущее страны. Это не какое-то там заезженное словосочетание. Это в буквальном смысле. Ну, это факт. Это факт. Как ты сказала, они придут на наше место и... И надо им передать. Надо свои дела узнать, кому передать. Да, если мы выстроим как раз системную работу, мы хотели тоже про это сегодня поговорить, то на постоянной какой-то основе, то вероятность того, что на выходе мы получим каких-то новых лидеров, ответственных, целеустремленных, позитивных, которые будут обладать всеми компетенциями хороших руководителей, ответственных и нравственных, с высокими нравственными идеалами, то я думаю, что это будет успех этого проекта. Это на самом деле в этом все заинтересовано, чтобы такие ребята подрастали. Потому что когда они появляются у тебя в команде где-то, предлагают помощь, говорят, вот этому я могу доверить, вот этому я могу доверить, у тебя есть возможность делегировать. А когда у тебя ребята без смысла в голове, ты страшно доверить что-то, страшно передать какую-то технологию, эффективный инструмент, потому что человек без смыслов и стержня вот этого смыслового, он твоему инструменту может таких там горно воротить, потом не разгрести. И нам важно, чтобы вообще все понимали, что работа со смыслами, она очень важна, приоритетна, потом на вот этого смысленного человека давать ему инструменты управления гораздо спокойнее, эффективнее. Давайте еще раз пригласим ребят и расскажем о том, как подавать правильную заявку на участие 1 декабря. 1 декабря состоится школа выезд лидеров молодежного самоуправления в ОМЦ Голицына в 9.00. Заполнить свои заявки в гугл-форуме, в группе ВКонтакте Одинцовский молодежный центр. Ребята, об этом так интересно рассказывали, что обязательно посетим ваше мероприятие, тоже возьмете в команду? Конечно, возьмем в любом качестве. Спасибо вам за интересную беседу, спасибо, что были с нами, вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok